This conference will now be recorded. В этом году учебный центр «Специалист» отвечает свое 30-летие. За это время мы обучили более 1 миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Мы гарантируем вам 100% качество образования за счет сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения, а также практика ориентирного подхода. За это долгое время мы понимаем, как сложно специалистам, молодым специалистам выходить на смену профессии, как сложно бывает включаться в поиск работы. Потому что мы для вас разработали такую программу помощи при трудоустройстве, о которой я сейчас расскажу несколько слов. Она в себя включает вот такие вот опции, которые представлены на экране. Давайте по порядку. Первое, что мы делаем, когда разрабатываем наши программы, это включаем обязательно обучение по тем требованиям, которые сейчас релевантны на рынке труда. Работодателю сейчас не нужны просто общие теоретические знания зачастую, нужны конкретные навыки для выполнения рабочих задач. И вы их получаете, потому что на наших курсах мы создаем практикоориентированные курсы, и на выходе вы получаете настоящую профессию, которая вам позволяет работать. Но получив определенные такие хардскиллы, важно правильно выйти на рынок труда. И для того, чтобы научиться составлять грамотное резюме, правильно проходить собеседование и в целом правильно выходить на рынок труда, мы для вас создали такой бесплатный курс «Успешный поиск работы и трудоустройства в период кризиса и карантина». И я вас всех на него приглашаю, можно записаться, вот сканировал в QR-код самостоятельно, также я вам направлю ссылочку в чат. Еще одна опция для наших выпускников – это также дополнительная консультация по трудоустройству. Если данный курс вам не полностью ответил на все вопросы, пожалуйста, записывайте, это Google форма, надо ее запомнить и дождаться своей очереди. В индивидуальном порядке разберем, почему резюме, допустим, не имеет откликов или, допустим, как правильно выйти в вашем индивидуальном случае на рынок труда. Также мы регулярно проводим дни карьеры, различные онлайн-метапы для разных профессий, вы их также можете видеть в вашей рассылке почтовой и в разделе «Новости» у нас на сайте. И такая последняя опция приятная. Мы обучаем очень много корпоративных заказчиков, и наши заказчики по достоинству оценили качество подготовки нами специалистов, потому они с радостью ждут команду наших выпускников, и эти вакансии мы публикуем для вас в группах, в любой из групп. Можете присоединяться, записывайтесь, отслеживайте вакансии, где, несомненно, нашим выпускникам даются преимущества. Также вы регулярно получаете такие рассылки на вашу электронную почту, обращайте на них внимание. Итак, сейчас я готова передать слово Федору Самородову, нашему ведущему преподавателю. По анализу данных Федор – преподаватель практик, выпускник МГТУ имени Баумана, специалист широкого профиля в области проектирования и разработки программного обеспечения. Также Федор – обладатель престижного международного статуса Microsoft Certified Master. Федор Анатольевич, передаю вам права на презентера. Далее мы обсудим, какие софты, hard skills являются необходимой базой для любого дата-сайентиста и на развитие каких навыков, может быть, не стоит тратить время и ресурсы. И также, какие навыки стоит развивать в будущем для профессионального развития. Федор Анатольевич, уступаем вам слово. Добрый вечер, друзья. У микрофона Федор Самородов. Вы сейчас собрались здесь в большинстве своем, я так полагаю, не для того, на самом деле, чтобы сразу записаться на наши курсы. И сейчас, после вступления Ольги, наверное, уже думаете, не пора ли вам отключаться и заняться чем-нибудь другим. Поэтому у меня очень мало осталось времени, чтобы удержать ваше внимание и склонить вас к принятию другого решения. Поэтому буду краток и сразу расскажу о самом главном. Пока я вам накидаю в чатик несколько ссылочек, вы их в фоновом режиме посмотрите. Это наши дипломные программы по Data Science, которые отличаются степенью широты охвата разных курсов. Вот они в чатике, пожалуйста, пока можете посмотреть. Но это в фоновом режиме. А я тем временем расскажу о важном. Я хочу сосредоточиться на двух аспектах. В описании этих дипломных программ вам встречаются два термина, вокруг которых все и построено. Это Data Science, наука о данных, то самое. И Big Data. В недавнем прошлом очень модное слово. И там тоже все крутится вокруг него. Вот что это такое, зачем это нужно. И самое главное, почему надо все бросать и немедленно это изучать. Вроде бы пик популярности Big Data и Data Science уже в прошлом. Но нет, еще пока не поздно впрыгнуть в поезд. Сначала давайте я расскажу, что это такое. А потом мы подумаем, почему это так нужно и важно. И я буду рассказывать о каждом из этих терминов с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения карьеры. Почему полезно работать в этой области. А во-вторых, просто с точки зрения здравого смысла. Почему это полезно знать и уметь, даже если вы не совсем работаете в этой области или вообще в какой-то области другой. Я посмотрел результаты опроса в чатике. И большинство из вас написало, что с Data Science не сталкивались. Ну, это, конечно, все неправда. Вы каждый день сталкиваетесь с Data Science. Просто вы сталкиваетесь с Data Science как товар, который продают и покупают при помощи вот этого Data Science. Но гораздо интереснее находиться по другую сторону при помощи этого Data Science покупать кого-то и продавать. Это гораздо интереснее. Когда вы что-то покупаете в интернет-магазине или даже не покупаете, а просто смотрите, вам тут же советуют, а вот не хотите ли купить еще вот это? Скорее всего, раз вы посмотрели этот фильм, вам понравится еще вот такой другой. Люди, которые покупают вот это, они еще обязательно возвращаются и покупают вот то. Купите это сразу со скидкой. Люди, похожие на вас, ведут себя вот так, пользуются вот этим. И у вас уникальная возможность купить это самое со скидкой. Вы с этим живете каждый день. И вот это все и есть в Data Science. Итак, первый аспект. Почему надо все бросать и немедленно уходить в Data Science, если даже вы сейчас занимаетесь чем-то другим? Почему в будущем все будет крутиться только вокруг Data Science? Как мы знаем, как нас учат наш исторический опыт, наше будущее строят по большей части капиталисты. То, что выгодно крупному капиталу, то пробивает себе дорогу, сметает любые препятствия и все противоречия выравнивает, и все равно в итоге пролезает наверх. То есть, если какая-то тема, какая-то технология, какая-то фишка стала интересна крупному капиталу, очень сложно ее остановить. А что сейчас может быть такого интересного, что может спасти крупный капитал? Вот помните, во времена Генри Форда побеждал тот капиталист, который лучше наладит производство. У кого будет лучше конвейер, у кого будет лучше организовано в целом производство. И если вы посмотрите книги, учебники по бизнесу, по экономике того времени, то все упирают на то, что надо как-то оптимизировать производство. Там вот конвейеры, это все такое, использование ресурсов, оптимизация всяких производственных цепочек. И так и было. Кто лучше организует производственный процесс, тот побеждал. Потом оказалось, что уже производство не решает. Ну и так уже напроизводили столько, что товаров больше, чем людей. И кто делал ставку на производство, ну, например, тот же Форд, кто продолжал дальше упираться в производство и двигать двигать ее, те проиграли. А выиграл тот, кто увидел потенциал в маркетинге. Как подать и как продать. И производство уже не решает. Производство перемещается в какие-то страны третьего мира. Все уже научились эффективно производство выстраивать, уже все это известно и нет в этом никакого секрета. А вот маркетинг, правильнее придумать, вот это обеспечивает доминирование на рынке. Сейчас мы с вами наблюдаем следующую стадию. Маркетинг тоже уже свои возможности исчерпал. Уже и люди этим маркетингом наелись и придумали в этом маркетинге все, что можно. Но надо же продавать, продавать же надо, надо, чтобы экономика крутилась. И теперь что помогает капиталистам продавать свои товары, услуги и вот это все? А вот это вот тот самый Data Science. Неутомимые компьютеры, как тысячи гномов, обрабатывают огромные массивы данных, вычисляют статистические закономерности и в реальном времени определяют, на какие кластеры клиентов вы больше всего похожи, что вы скорее всего купите, что скорее всего не купите. И вот именно это и есть современный двигатель для капитализма. Именно на нем капиталисты и поедут в будущее. А это значит, что сама наука Data Science будет развиваться, туда будут вкладываться огромные деньги, понадобятся всем компаниям, неважно, производящим сферы услуг, еще там откуда-то. Все, кто хотят что-то продавать, особенно крупный капитал, им всем нужны Data Science. Всем нужен Data Science. Поэтому вот эта профессия, ну на нашу жизнь хватит точно, пока чего-нибудь еще новое не придумают или не прилетят инопланетяне, но пока такого не просматривается. Если не случится какого-то глобального чудовищного кризиса, типа Третьей мировой войны или нашествия рептилоидов, то Data Science с нами надолго и надолго он будет основным двигателем и основным драйвером и объектом интереса для крупного капитала. Значит, в этой области будут крутиться деньги, в этой области будут вакансии, в этой области будет все, и для нас с вами это означает, что там будет много возможностей для продвижения. Я говорю, что я собираюсь сразу к делу, и вот я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Безо всяких терминов, безо всяких лирических отступов вы просто посмотрите на свой жизненный опыт, и действительно вы заметите, что побеждает крупный капитал и то, что выгодно крупному капиталу. Крупный капитал, конечно, этот мир строил не для нас с вами, но мы, по крайней мере, можем эту волну оседлать и к нему прицепиться, и на нем дальше тоже поехать. Как вам такая идея? Подумайте над этим. И продолжаю логическую линию на тему перспективности вот этого всего для карьеры, для работы. Помимо Data Science, Big Data. Big Data. Что за Big Data такая? Хочется обрабатывать большие объемы данных, конечно же, но что в этом такого нового? Люди всегда хотели обрабатывать большие объемы данных, и 10 лет назад, и 20, и 50 лет назад. Всегда люди хотели обрабатывать данных больше, чем они могли обрабатывать. И в этом ничего как бы нового нет. Если Big Data рассматривать просто как технологии для обработки еще больших данных, то вы заметите, что так было всегда. Всегда людям не хватало компьютерных мощностей, средств для хранения всего этого. Ну а сейчас в наше время Big Data действительно выходит на новый уровень. Посмотрите опять же на происходящее с точки зрения крупного капитала. Вы наверняка, до вас точно докатываются отголоски торжественных речей Германа Оскаровича, его выступления на экономических форумах и соразмерных ему персонажей, как они там рисуют наше цифровое будущее, как везде будут кругом роботы и все такое прочее. Но когда вот такие речи Германа Оскаровича слышит инженер, он в голове представляет совсем другую картину. И я вам сейчас про эту картину расскажу. И вы поймете, зачем Big Data нужна крупному капиталу, и почему надо вписаться срочно в эту тему. Возьмем какой-нибудь товар, который всем нужен без исключения. Ну, например, вот, скажем, лампочка. У вас дома есть ведь лампочки, да? Вы же как-то освещаете квартиру. Эти лампочки иногда перегорают, и вам надо их покупать. И вы наверняка слышали такие теории заговора, что якобы не проблема для современной промышленности создать вечные лампочки или близкие к этому. Но специально капиталисты этого не делают. Специально закладывают в лампочки, как и в телефоны, и в компьютеры, и в машины, закладывают такие закладки, которые, такие технические решения, которые вынуждают прибор ломаться поскорее, чтобы вы покупали новый. Ну, как гениальное изобретение с диаметром отверстия в тюбике зубной пасты, да? Помните, чем оно больше, тем быстрее вы купите новый тюбик. Хотя к этому нету никаких объективных причин. Вы можете выдавливать пасты поменьше, и эффект будет тот же. Ну, и есть гипотеза, теория заговора, и вообще такая есть мысль, что крупным производителям выгодно, чтобы все ломалось побыстрее. Ну, а это, конечно, теория заговора. На самом деле все еще хуже. Сейчас, когда у вас перегорела лампочка, вы идете в магазин и покупаете новую лампочку. Скоро этого не будет. Капиталисты мечтают о том, чтобы продавать вам не лампочки, не товары, а услуги. Скоро мы будем покупать подписку на свет, как на услугу. Вот раньше вы ходили в магазин, покупали DVD с фильмом, да, или кассету с фильмом. А теперь вы платите за подписку и потребляете видео, музыку, как сервис. И так же будет со всеми товарами, и материальными, и нематериальными, и продуктами питания тоже. Все будет, как у Пелевина в трех цукербринах. Вы будете платить не за новую лампочку, вы будете продлевать подписку на услугу освещения. И когда лампочка у вас перегорела, она сама об этом сообщает куда-то в облако, куда-то в центр. И к вам немедленно выезжает специально обученный, разумеется, сертифицированный специалист по замене лампочек, который может эту лампочку заменить, он к вам приезжает, меняет лампочку, и у вас продолжает гореть свет. Ну, разумеется, сами вы заменить лампочку не можете, ни по юридическим причинам, ни по техническим. Это можно сделать только подписавшись на сервис. И капиталисты, конечно же, хотят все продавать как сервис, все. Это не должно нас никак удивлять, действительно, это выгоднее. И посмотрите, вот как мы раньше покупали операционные системы и вообще программы. Выходила новая версия программы, и мы думали, надо ли ее покупать, надо ли на нее обновляться. Может, не надо, может, не покупать, на старой версии поработать. А сейчас нет, вы просто платите за подписку, программа сама обновляется, там появляются новые функции и тому подобное. Вот так же будет и со всем остальным. Ну, а что же мешает крупному капиталу внедрить это немедленно? Вот мешает как раз то, что пока мы не можем в совершенстве обрабатывать в реальном времени столь большие объемы данных. Для этого не хватает и пропускной способности сетей. Зачем на самом деле нужно 5G? Зачем? Не для того, чтобы нам лучше смотреть ролики на YouTube, а для того, чтобы огромное количество интернет-устройств, тех же лампочек могло связываться с серверами и сообщать о своем состоянии, не пора ли их заменить. И не хватает недостаточно развитые и протоколы, недостаточно развитые, самое главное, средства обработки такого большого количества сигналов, такого большого количества поступающих данных. И технологии Big Data позволяют как раз эту проблему решить. Big Data это вполне конкретный набор практик, набор архитектур, набор технологий инструментов, которые указывают нам реализуемый нормальный инженерный путь, как обрабатывать в реальном времени большие объемы поступающих данных, как в этом не запутаться, как эту нагрузку балансировать, как ее распределять и тому подобное. И это как раз то, что сейчас нужно крупному капиталу, поэтому эта тема будет проталкиваться дальше, хотим мы того или нет. И самое лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это вписаться в нее. Все. Специалисты по большим данным всегда будут нужны, по последовательному будущему. И поскольку обработка всех вот этих данных это в первую очередь аналитика, конечно же, тут же и подключается новая реинкарнация маркетинга, вот этот самый Data Science. Неспроста Data Science и Big Data специалисты объединены в одну дипломную программу. Поэтому на практике одно без другого не так интересно для бизнеса. А вот объединить технологии вместе, вот это самое то. Вот набор аргументов, набор тезисов. Кстати, если вы хотите с ними поспорить, вы не молчите, вы в чатик пишите. У меня чатик перед глазами. И если у вас какой-то возникает вопрос, или вы со мной не согласны, хотите подискутировать, вы пишите. Я сообщения ваши все вижу. Просто вы пока молчите. А я тем временем дал вам несколько идей для размышления насчет того, почему полезно строить свою карьеру, свои дальнейшие карьерные планы, опираясь вот на эти две технологии. И специалист дает вам кратчайший путь к освоению этих двух технологий в одном, в одной дипломной программе. И сразу после окончания дипломной программы вы можете приносить пользу на работе, сразу можете устроиться. Ну да, да, данная это новая нефть. Вот так как раз говорит Герман Оскарович и соразмерные ему персонажи. Но инженер, слыша такие речи, он представляет как раз тему с лампочками, что нас хотят заставить платить не за новые лампочки, а за освещение, как за сервис. А для этого нужно вот эти две технологии. Второй аспект, на который я хотел обратить ваше внимание, не связан с вашей карьерой. Если даже вы не планируете работать в этой сфере, а занимаетесь чем-то другим, но это что-то другое как-то связано все-таки с данными. Ну, может быть, вы программируете, может быть, вы какие-то там отчеты составляете, может быть, вы какие-то там прогнозные модели строите экономические или что-нибудь анализируете. Даже если вы не собираетесь работать профессионально в Data Science и в области больших данных, все равно это знать специалисту, который работает с данными, необходимо. Данные это не новая нефть, это даже новое электричество. Как инженер. Инженер, чем бы он ни занимался, он не может не знать про электричество. Так и с данными. Если ваша работа хоть как-то касается данных, то обязательно навыки, которые изучаются в нашей дипломной программе, вам понадобятся совершенно точно. Везде все чаще и чаще вы будете встречать какие-то встраиваемые скрипты на питоне. Везде будут все время вылезать вот эти аналитические модели, модели машинного обучения. Их сейчас прикручивают ко всему, буквально вообще ко всему. И они наверняка будут всплывать и в вашей текущей деятельности. И если вы будете уметь их настраивать, будете уметь с ними работать, будете хотя бы понимать, как они устроены, то в своей текущей деятельности вы получите серьезное конкурентное преимущество. Data Science и Big Data сейчас это как Excel. Ну, как Excel. Если вы работаете с цифрами, то знание Excel сразу дает вам серьезное преимущество над коллегами, которые Excel не знают. Не правда ли? Также и с Data Science. Если вы хоть как-то работаете с данными, то знакомство с Data Science, с Big Data сразу дает вам серьезное преимущество. Вот так. Так. Андрей в чате спрашивает, а как же вот высшая алгебра, ну давайте я еще расширю, МАФ-статистика, наверное, да, в первую очередь, которую все мы изучали в институте. Все ведь изучали в институте Тервер, МАФ-стат, ведь из этого отчасти выросла наука Data Science, Big Data. Как же это? Ну, я так скажу, вообще зачет по математике, он сгодится для любой работы в плане программирования. Что касается программирования, то профессиональный успех обеспечивается не тем, сколько вы знаете языков или насколько глубоко вы знаете эти языки. Нет, это все несложно. Изучить язык или даже глубоко его изучить, это несложно. Программирование решает навык абстрактного мышления, а абстрактное мышление лучше всего прокачивает математика. Так что если вы математику когда-то любили и вам она нравилась, то это в программировании большой плюс. Чтобы стать хорошим программистом, в первую очередь надо прокачивать абстрактное мышление. Ну, и в работе с данными, конечно, нам это пригодится. Так, ну вот, друзья, основные тезисы для размышления я изложил и, наверное, время вашего внимания я уже исчерпал. Теперь, когда стек переполнился, задавайте вопросы. Может быть, какие-то у вас есть практические вопросы по нашим программам, по нашим дипломным программам по Data Science и Big Data. Или, может быть, вопросы касательно профориентации. Мы с Ольгой готовы на них ответить. Спрашивайте, друзья. Кстати, пока вы пишете ваши вопросики в чат, возвращаю слово Ольге. Она сейчас еще выступит с небольшой репликой. Давайте послушаем, что она нам скажет. Ольга. Ольга. Да, я на связи. Уважаемые слушатели, действительно, есть чат. Давайте пока я даю вам небольшую фору и расскажу еще пару слов о состоянии рынка труда по данной профессии. Могу сказать, что в настоящее время все больше компаний уделяют внимание работе с данными и открывают новые позиции для дата-инженеров, для дата-сайентистов, BI-менеджеров и дата-аналитиков. В сфере IT-аналитики в рамках цифровизации бизнеса все больше компаний оптимизируют работу с данными и внедряют новые IT-решения, что приводит к появлению в структуре новых вакансий. Компании с не очень большим объемом данных открывают первые в структуре роли в области управления данными, зачастую в единственном числе. Компании же, которые много лет работают с большим объемом данных, продолжают расширять продуктовые команды. Требования к дата-сайентистам все чаще мы встречаем Python или R и востребованные навыки работы с Hadoop, Hive и Spark. Но также хочу и обратить ваше внимание, если вы выберете данную для себя профессию, что немаловажно, кроме профессиональных навыков, обладайте комплексов умений общего характера, важных именно для той сферы, в которой вы хотите развиваться. И для дата-сайентистам можно выделить следующие софт-скиллы, отсутствие которых будет затруднять ваше продвижение. Они перечислены, я сейчас скажу по нескольким из них, что очень важно для специалиста по работе с данными, это критическое мышление, которое позволяет вам эффективно фильтровать цунами информации, которые подвергаются, вы подвергаетесь в этой профессии, и позволит вам как бы перестраивать этот анализ данных. Также немаловажна сейчас работа в команде, в связи с тем, что профессии усложняются, расширяются, один человек не выполняет в единственном числе рабочие такие задачи, потому всегда работает команда, и способность выстраивать профессиональные отношения с коллегами имеет иногда решающее значение. Также важно и ваше профессиональное любопытство. Мир науки о данных и о роли тех, кто в нем работают, быстро меняется. Профессия достаточно новая. Из-за этого одним из самых важных навыков, которые необходимо развивать, является ваше дальнейшее собственное образование. То есть всегда надо быть готовым к тому, что придется повышать квалификацию постоянно или, так скажем, периодически. И вот такая вот непрерывность технического образования сейчас работодателями постепенно признается. И также вы будете более востребованы, если будете в курсе новых методов и проблем инструментов в этой области. Итак, передаю слово Федору. Я смотрю, есть у нас вопросы в чате. Федор? Да, Федор на связи. Давайте посмотрим, что за вопросы возникли у нас в чатике тем временем. Керос, Юпитер. Ну, он не так важен, Керос, как Юпитер. Юпитер – это новое поколение, можно сказать, инструментов. Вот на это обратите особое внимание. Ну, а Керос – это просто один из способов решения задачи. Может быть, он вам за всю карьеру и не пригодится. Александр, так это же не такой вебинар, с которым вы сравниваете. Это день открытых дверей. Другой формат совершенно. Приходите на вебинары по конкретным технологиям, по конкретной практической вебинары. А у нас день открытых дверей. И главная задача дня открытых дверей – это профориентация, а не вот это, что вы написали. Да, Георгий, задавайте, конечно, не стесняйтесь. Руслан, ну, это вопрос непростой. Если мы сейчас начнем это обсуждать, всем остальным сразу скучно станет. Р или Питон. Да, вот этот вопрос задают на каждом курсе. На каждом курсе Р или Питон. Друзья, Р и Питон – это просто два языка программирования. Вам для того, чтобы работать с данными, вам нужно десяток языков знать. Вы не между двумя выбираете. Вам нужно знать язык SQL, потому что все начинается с работы с базами данных. Любая обработка, она начинается с работы с данными, с извлечением данных из базы. SQL. Дальше. Если вы просто пользуетесь Excel, вам надо знать язык формул Excel. Вам надо знать Power Query, чтобы загружать в Excel данные. Вам надо знать DAX, чтобы в Excel составлять аналитические модели. Вам надо теперь уже знать Power FX, чтобы писать Excel интерфейс для создания конечного продукта. Вот мы уже пять насчитали. Теперь Р и Питон. Ну, разумеется, надо знать Питон, потому что это самый популярный сейчас язык для решения задач Data Science. Конечно, надо знать R, потому что он постоянно будет вам встречаться в литературе, во всяких примерах. Вы обязательно будете видеть код на нем, и надо его уметь читать, уметь его понимать. Вот я уже насчитал семь языков. Что там еще? Большие объемы данных исторически обрабатываются в многомерных базах в ОВА-кубах. Там язык MDX. Вот уже восьмой. Плюс еще для работы с Big Data несколько языков. Вот уже десяток. А еще у вас должен быть один любимый язык для души, на который вы переходите, когда возвращаетесь с работы домой, и пишете что-то, программируете что-то для себя. И это не должен быть язык, на котором вы работаете. Так что нет выбора R или Питон. И R и Питон – два ваших родных языка. Вы должны быть native speaker на этих языках. Андрей спрашивает. Работодатель желает, чтобы каждая система, входящая в общее интеграционное решение, была заточена под Big Data и Data Science. Вот это то, о чем я говорил. Конечно же, разумеется, все хотят, что… Все понимают, все, кто управляет бизнесом, они понимают, что производство и маркетинг уже не решают. Решает Data Science. Только при помощи Data Science можно продать вам очередной фильм, книгу, товар какой-нибудь. Маркетинг уже не поможет. Поэтому, чтобы бизнес не производил, чтобы он не продавал, он сможет это продать только при помощи Data Science. Так что, конечно, все будет использовать Data Science и Big Data. Андрей Александрович, да, и специалисте тоже практике уделяется большое внимание. И у нас есть и сквозные практические работы, которые мы делаем в течение всего курса или с курса на курс, и короткие практические упражнения. Вообще, специалист все время подчеркивал в своем позиционировании, что мы не вуз, мы не занимаемся классическим образованием. У нас тренинги, у нас тренинги. То есть, на выходе из специалиста вы должны больше уметь, чем знать. И специалисту не бывает такого, чтобы студент закончил курс по программированию и не может написать Hello World. Нет, наоборот, он сразу может приносить пользу, решать практические задачи реальные и так далее. Да, вот мне напоминает, еще английский надо добавить. Сколько? 12 уже. Георгий, если вы начнете просто вот с одного курса, который вы написали в чатике, то по окончанию этого курса все равно у вас откроются глаза, и вы совершенно по-другому будете смотреть на эту отрасль. Вы увидите в ней то, чего не замечали раньше, и вам все равно потребуется двигаться дальше. Просто сейчас вы этой потребности не осознаете. После того, как познакомитесь с машинным обучением на питоне, вы совершенно по-другому на эту отрасль посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стоимость ее от 83 тысяч рублей и она представлена в нескольких вариантах. Вы можете проходить очно-заочное обучение, то есть это самый экономичный вариант, когда вы смотрите записи и у вас есть установленные с преподавателем встречи, консультации, где вы сдаете зачеты, либо задаете вопросы. Также есть обучение в формате онлайн и открытое обучение. Формат открытого обучения – это обучение, когда вы смотрите записи и одновременно преподаватели вместе с вами в классе. И для тех, кто сегодня с нами собрался, кто смотрит этот вебинар, зарегистрировался на него, мы дарим вам сертификат на оплату дипломной программы. Сама дипломная программа, оплата ее полностью составляет меньшую стоимость, чем каждый курс по отдельности. Данный промокод вам дает возможность еще дополнительной скидки на обучение в онлайн формате. Просто назовите код Data Science 2021 менеджеру и вам сделают вот такую прекрасную скидку. Так, есть ли у нас еще вопросы в чате? Пока не вижу. Может быть, у вас будут вопросы по самому формату обучения или по оплате, пожалуйста, тоже задавайте, буду готова ответить на них. У нас представлена широкая линейка разнообразных курсов, 4 дипломных программы по обработке и анализу данных, которые включают в себя от 8 до 10 курсов. И вот такой путеводитель, где удобно посмотреть, я вам сейчас в чат обязательно отправлю. А также промокод и телефон менеджера, который вам дает возможность получить данную скидку. Так, Руслан спрашивает, перед входом в курс можно ли посмотреть записи прошлых курсов? Записи прошлых курсов. Если вы их проходили, то, конечно, можете их посмотреть. Так, что еще? Нет, Руслан, мы не даем пока демо-версии курсов. У нас такое не предусмотрено. Что еще могу вам рассказать про плюсы обучения по дипломной программе? Также у вас в течение полугода после окончания будет скидка 50% на все курсы в онлайн формате, за исключением некоторых специализированных курсов, по которым у нас стандартные ограничения. Это очень удобно, потому что вы получаете достаточно большую скидку на то, чтобы дополнить свои знания необходимыми сейчас вам дополнительно. И также постоянно после окончания дипломной программы, неограниченным период времени у вас 15-25% будет скидка на различные курсы по вашему направлению. Как быть, когда пришел на курс, а там почти ничего нового для тебя? Внимательно читайте по каждому курсу на сайте. Представлена программа, где подробно описано, что вы будете изучать. Не всегда удобно учиться в дневное время, так как многие работают. Первый блок в дипломной программе – только дневное обучение. Возможно ли как-то договориться с преподавателем, чтобы проводил очное обучение в выходной день или после 18-ти? 0-0. Дмитрий, я думаю, что этот вопрос можно обсудить, во-первых, с менеджером и, может быть, рассмотреть для себя такой формат, как очно-заочное обучение именно на первом блоке, когда вы можете в любое время смотреть видео и назначать встречи с преподавателем, согласовывать в то время, когда вам удобно. Уточняйте расписание также у менеджера. Возможно, вы что-то на сайте не видите. Описание программ в ряде случаев не раскрывает суть того, как и что внутри будет. Можете уточнить еще раз у менеджера, и вам пришлют дополнительное описание. Курсы. Непонятно, сколько воды в курсе. Курсы практические. Если в курсе заявлено, что вы после данного блока будете уметь... Ну, будет развит определенный навык, значит, он должен быть развит. Если так не получилось, а вы посетили все курсы, то мы за это качество отвечаем. У нас работает служба качества. И мы это дело исправляем. Хотя, как бы потенциально исправляем, хотя такие у нас редко бывают ситуации. Какие разделы темы математики и статистики нужны для данного курса? Федор Анатольевич, есть ли у вас такая информация, если вы здесь еще? Да, я еще здесь, но у нас в дипломную программу входит курс по мат-статистике, который как раз содержит теоретический минимум, необходимый для дальнейшей работы. Уметь это хорошо. На прошлом курсе тему за 8 часов можно подать за 4. Каждый двигается в своем темпе. На наши курсы приходят люди с разным уровнем подготовки. И на это надо рассчитывать. У каждого своя скорость усвоения информации. Поэтому рассчитано на среднего слушателя. Некоторые и за 8 часов не успевают. Ну, к счастью, у нас есть записи. И вы можете, если вы что-то не успели, всегда каждое занятие в личном кабинете пересмотреть. Также, если вы опоздали, не смогли, там куда-то в отпуск уехали, также все записи у вас будут сохранены в личном кабинете, и можно будет группу догнать. Очень заочный формат не всем подходит. Реально хотелось бы учиться вечером в будние или в выходные дни. Я с удовольствием вашу заявку передам. Если вы будете писать такие заявки менеджерам, просто хотя бы на наш общий электронный адрес, то мы поймем ваши потребности. Так, конечно, очень сложно. Сейчас я вижу, что есть действительно такие слушатели. Я себе отметила. Так, есть ли какие-то еще вопросы по обучению или по самому курсу? Вопросы больше не вижу, уважаемые друзья. Спасибо всем, что сегодня присоединились к нам онлайн. Это очень важно. Вы, правда, оживляете такие мероприятия. Ждем вас на наших курсах в учебном центре. Федор Анатольевич, вам огромное спасибо за представленную информацию о данной профессии. Мы гордимся, что у нас есть такой прекрасный преподаватель, действительно специалист своего дела и достаточно харизматичный человек в плане подачи информации. Спасибо, друзья. До новых встреч. До новых встреч.